Республиканские власти Республиканские власти Республиканские власти Денис Попов, заместитель прокурора Тульской области. Однако, чтобы он приступил к работе, необходимо одобрение главы Хакасии и депутатов Верховного Совета. Произойти это должно не позже 30-дневного срока, поэтому на 19 августа назначена внеочередная сессия парламента, что, кстати, происходит очень редко. Вероятно, что помимо этого вопроса мы еще будем рассматривать ряд вопросов, которые в высокой степени готовности. Но, что касается кандидатуры, мы предполагаем, что Попов Денис Геннадьевич появится у нас до сессии. Вероятнее всего, это будет 18 августа. Будут работать все комитеты и комиссии, и фракции. И пройдет процедура согласования, собеседования с этой кандидатурой. Депутаты должны определиться, задать вопросы, получить на них ответы. Что касается других тем на заседании, в республиканский закон об охране окружающей среды будут внесены изменения. Необходимость корректировки регионального закона обусловлена изменениями в федеральном законодательстве. Документам предлагается определить 4 категории объектов хозяйственной деятельности, исходя из степени вредности. Объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий. Умеренное, незначительное и минимальное негативное воздействие. Документом законодательного регулирования проекта закона Республики Хакасия о внесении изменений в закон Республики Хакасия об охране окружающей среды является отношение в области охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, сохранение биологического разнообразия с учетом географических, природных особенностей, социально-экономических, национальных особенностей на территории Республики Хакасия. Кроме того, законом предусмотрено введение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору, а также создание общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды. Вот сегодня вводится вот этим законом реестр всех хозяйствующих субъектов, где будет по категориям и степени его влияние четко разнесено, к чему он относится, и будет вестись общий реестр хозяйствующих субъектов с точки зрения влияния негативного на окружающую среду. Проще говоря, как всегда, много нянек и дитя без глаза, а сегодня эта ситуация несколько упорядочивается. Стоит отметить, что государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, будет осуществляться в форме государственного реестра, документ, в котором содержится полная информация об объекте, данные об объеме выбросов, загрязняющих веществ, а размещение отходов производства и потребления будет открыт для ознакомления в широком доступе, за исключением информации, составляющей государственную или коммерческую тайну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова